МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сетевого приложения Uber для поиска дешевых такси и частников. В итоге президент Франции Оланд потребовал признать деятельность этого сервиса незаконной. Нет лицензий, уходят от налогов. Полиция проводит свое расследование, а на днях арестовали директора французского подразделения этого онлайн-сервиса и главу Uber в Европе. Ну а до этого Париж несколько дней был словно в осаде. Впрочем, запретить мобильные приложения требуют уже не только во Франции, но и в Германии, и в Испании, в Бельгии, и Италии, и Швейцарии. Запрет уже на самом деле вступил в силу. Опыт такой борьбы вдохновил и российских таксистов. Они теперь тоже протестуют, пусть и не так радикально, как в Париже, но их не устраивает. Что их не устраивает и чего они хотят добиться, выясняла Ирина Кузьминская. Заказов все меньше, зато время на общение появилось. Сравнивают выручку и замечают. Разница между расходами и доходами не в их пользу. Машины подорожали, топливо подорожало, масла обслуживали, страховка, и та подорожала. Только такси у нас подешевело. Умбер и Яндекс.Такси для них сегодня враги. Снижают тарифы, отжимают клиентов. И ездят без лицензий. И платят ли налоги, неизвестно. Зимой по этому поводу уже бастовали и опять собираются. Среди питерских таксистов тоже брожение. Даже открытое письмо губернатору Полтавченко написали. Требуют с онлайн-сервисами разобраться. Петербург стал заложником битвы IT-компании. У нас, по сути, борются мировые гиганты, у которых капитализация, как у Uber, 43 миллиарда долларов. Это компании, которые могут позволить себе лет пять возить всех пассажиров в Петербурге бесплатно. Когда рынок такси умрет полностью, тогда уже установить те тарифы, которые они хотят. И полностью монопольно этим рынком владеть. А вот инструктор по фитнесу Виктор фанат онлайн-сервисов. Пользуется почти каждый день. Давайте проверим Uber на оперативность. Все, что нужно сделать, это зайти со своего смартфона в мобильное приложение Uber, выбрать место расположения, где находитесь вы сейчас, и нажать кнопку «Найти». Засекаем время и продолжаем разговор. Нравится Виктору и бонусная система. Подписал друга на приложение – получи поездку бесплатно. Он задаром уже 10 раз прокатиться может. Через три минуты в Форт Мондео к нашим услугам. Водитель Павел работает только на Uber. В месяц, говорит, 1070 выходит. Машина новая, ремонта пока не требует. Поэтому тратится лишь на топливо и мойку. Меня устраивает тем, что очень много заказов. Я более эффективно в свое время использую. Я выхожу на 7-8 часов у рабочих. И практически не стою, все время у меня есть заказы. Вот прям вот возле этой машины останется. Вы приехали. Спасибо большое. На счетчике 230 рублей. Но Виктор бонусом жертвует. Однако координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов сомневается, что при таких тарифах можно хорошо заработать. Даже эксперимент провел неделю на собственном авто. Брал заказы от Яндекс.Такси. Я пришел к выводу, что для того, чтобы заработать хотя бы 40 тысяч в расчете на месяц, водитель такси должен работать 12 часов 6 дней в неделю. Таксисты мне сообщили замечательный рецепт, который позволяет им дольше быть за рулем. Когда они берут энергетик, заправляют его кофе 3 в 1, кидают туда шипучий аспирин. И вот этот коктейль выпивают, который им позволяет работать и 18-часовые смены, и 22-часовые смены. А этот водитель пару месяцев с Uber сотрудничал, больше не выдержал. Подтверждает, чтобы маломальски заработать, надо руль из рук не выпускать. Да, для пассажиров это выгодно, они экономят. Но опять же, для водителей просто ничего нет. И Яндекс, Uber, они просто даже водители не имеют никакого представления, ничего. Не устали вы домой. Ой, а много ли вы? Много уже на линии, как бы, едьте домой, отдохните, вам не положено столько. Нет, без разницы. Знаете наши тарифы, Галина Леонидова? Минимальная поездка 400, до аэропорта не менее полторы тысячи. Плюс доплата за детское кресло или авто повышенной комфортности. Не дешево. Зато качество директора этого московского таксомотора гарантирует. Ни с Яндексом, ни с Uber они не сотрудничают. Мы не можем так безответственно работать с людьми, которые ни за что не отвечают, только отвечают за кнопку неким приложением. Ни сотрудников такого количества. Если мы тратим денег на полный процесс, они тратят только на рекламу. Платят за бензин, аренду помещения, лизинг, страховку, техосмотр, ремонт и мойку. В парке тысяча авто. В штате почти столько же водителей. А еще диспетчеры, техники и медики. Продувка на алкоголь, температура, давление, пульс. Малейшее отклонение от нормы и в рейс не выпустят. Я как медик могу гарантировать, что у нас здоровые таксисты за руль только садятся. У онлайн-сервисов на балансе ни машин, ни водителей. Поэтому и тарифы низкие. В Москве минималка 199 рублей, в Питере всего 50. Количеством берут. С каждого заказа в их копилку 20% капает. Чем выше технология, тем больше прибыль. И классическое такси будет вынуждено подстраиваться. Если все-таки задача такси это обслуживание и способность гибко изменяться в соответствии с уровнем развития, с возросшими запросами, с рынком, с технологиями, то вероятно таксистам все-таки придется опрокинуть себе на головы пару-тройку пепельниц, посыпать голову пеплом. Однако традиционные таксисты не сдаются, требуют, чтобы онлайн-сервисы имели статус перевозчика, а не информационные службы, и несли материальную ответственность за машину, водителя и пассажира. Иначе это те же бомбилы, с которыми так долго боролись, только гаджетами оснащенные. По сути юбер, да, это просто те же самые нелегальные бомбилы, назовите их как угодно, которые утром по пути на работу берут заказ, ну вечером там, то ли кредит там за машину отдать, то ли там на пиво заработать. То есть это, ну, непрофессиональные водители. Потребителю, впрочем, дела нет до этих разборок. Он голосует рублем, и все чаще не в пользу официальных извозчиков. Дорого, конечно, 500 рублей дешевле не обходится. Работайте лучше, приезжайте вовремя, а не так, что мы через 5 минут будем, приехали через полчаса. Конкуренция как-никак, они пытаются закрыть, но кто дешевле, тот вперед взлет, правильно? Ирина Кузьминская, Надежда Уткина, Михаил Артемов, Алексей Матвеев и Тимур Хабатулин вместе из России. Кузьминская, Надежда Уткина, Михаил Артемов, Алексей Матвеев и Тимур Хабатулин вместе из России.